Здравствуйте, товарищи зрители! Сейчас вы услышите о причинах камней в почках, о которых мало кто знает. Это, можно сказать, сенсационная информация. То, что вы сейчас услышите, это поразительно. Это просто и очень важно для осмысления. Это поможет вам не допустить кальцификацию в организме и растворить камни, если они вызваны вот этими причинами, о которых вы сейчас услышите. А также я поясню, чем и как это можно сделать. Кальцификация может происходить во всех органах и тканях нашего организма, даже в сосудах и почках. Причин этому несколько, но есть одна, о которой мало кто знает. Что делать, неужто не есть продукты, богатые кальцием? Нет, конечно, не переживайте. Хотя кальций уж точно не стоит принимать в добавках, а получите вы его всегда в избытке из зелени и овощей. Но оказывается, почти у всех, у кого есть камни в почках, а это 97-98% из них, есть в почках определенный вид нанобактерий. А они едят кальций и фосфор, добывая эти минералы, если мы говорим о камнях в почках из мочи и крови, из которых они себе строят панцири, как бы домики. Это их жилье и надежная защита. Почти все камни в организме – это скопление кристаллов с нанобактериями в центре. То есть этих колоний нанобактерий в своих кальциевых домиках. Они противостоят любым антибиотикам. А на прием антибиотиков в данных случаях только ослабевает иммунитет и активизируются грибки. Кстати, эти бактерии присутствуют везде, где есть переизбыток отложения кальция в организме. От зубного налета до места отложения кальция в суставах. И дело тут, как вы уже услышали, не в избытке кальция из питания. Не только в этом. Так как же решить проблему с камнями и отложением солей в организме? А вот как разумнее всего, только комплексно. Надо подавить эти бактерии, удалить их из организма, включая продукты их, гибели, распада. При этом не нанеся организму вред токсичными метаболитами. Но как это сделать? А вот как, слушайте внимательно и учтите 4 пункта. Первое. Надо разрушить кальциевые панцирии этих бактерий и биопленки. Для этого пейте лимонный сок и яблочный уксус. И при этом надо пить много воды до 2,5 литра в день равномерно. Помните, только вода является универсальным растворителем. Никакие другие жидкости, напитки не пейте хотя бы месяц-два. Есть надо много зелени и уменьшите в рационе питания вареную и жареную пищу. Помните, камни всегда образуются в сверхконцентрированной моче. И именно потому надо пить много воды, еще раз акцентирую. Причем в идеале активный, лучше водородный. Ссылку на то, что я имею в виду, я оставлю вам под этим видео. Но как растворить сам кальций? Вот вопрос. И вспомним, что растворяет кальций. Ведь это мы проходили все на уроках химии в школе. Кислоты. И тут нам подойдут натуральные органические кислоты. Лимонный сок, который надо принимать по 60-100 мл каждый день до или после еды. Надо развести его в воде и пить через трубочку. Или после сразу пополоскать рот, либо почистить зубы. Можно не сок, а просто есть сами лимоны. Ну, до 150-200 грамм в день. Можно потреблять и яблочный уксус дополнительно к лимонам. Но не совместно, а разнести по времени. Принимать яблочный уксус надо по одной столовой ложке за 5-7 минут до еды. До каждой еды. И на ночь. Ну, разведя в 1-3 стакана теплой воды. Постепенно такие меры растворят кальциевые панцири-нанобактерии. Значит, и большинство камней. И не только в почках. Но сами бактерии при этом не погибнут. А вот как убить бактерии? И об этом второй пункт. Да, ссылку на ГОСТовский яблочный уксус я оставлю под этим видео. Как и на приборы по получению активной водородной воды. А месяца приема лимонного сока и яблочного уксуса должно хватить. Для растворения кальциевых оболочек. Хотя это вообще полезно. И можно принимать и яблочный уксус, и лимонный сок постоянно. Пункт номер два. А вот чтобы уничтожить эти нано-бактерии, оставшиеся без защиты кальциевых оболочек, конечно, кто выберет медицинский способ, пожалуйста, можете принимать и антибиотики по рекомендации врачей. И теперь они сработают. А можно выбрать природный, безопасный и не менее действующий способ. Ешьте чеснок, начиная с одного зубчика в день и, по своим ощущениям, возможностям, через несколько дней довести буквально до одной головки в день. Естественно, можно вместе с салатом. Это самый безопасный способ борьбы с этими бактериями. Чеснок и природный антибиотик. И прекрасные желчегонные средства. Ведь очень важно наладить при этом желчеобразование и желчевыделение. И чеснок здесь прекрасно справится. Можно принимать дегидрированный чеснок в виде порошка. Это и удобно. И нет специфического запаха. Но свои задачи он выполнит так же, как и чеснок свежий. Ссылку на такой порошок чеснока я оставлю вам под этим видео. Принимать его надо по одной столовой ложке в день. Можно разделить этот объем, столовую ложку, на два равных приема. И здесь месяца хватит. Третий пункт. Но как при этом помочь организму выводить продукты метаболизма? Токсины от погибающих бактерий, они вредны. И помогут здесь сорбенты. Это фукус гель. Это прекраснейший сорбент и поставщик всех микро и макроэлементов. И гель сорбент с хитозаном. Они и выведут продукты метаболизма из организма. И укрепят полезные кишечные бактерии. Тем самым улучшат пищеварение. Но главное, выведут продукты метаболизма и не дадут отравить печень и почки продуктами распада нанобактерий. Желательно дополнительно принимать цитрат калия. И четвертый пункт. Вообще, по большому счету, надо убрать пищу, ну, как бы строительный материал для этих нанобактерий. Так вот, чтобы избыточный кальций не накапливался в сосудах, в крови, в других тканях организма, не забывайте принимать витамин К2, а не только витамин Д3. Ибо именно К2 не дает кальцию скапливаться там, где его не должно быть. Помните и о том, что прием Д3 без К2 может способствовать кальцификации сосудов и отложению кальция где угодно в организме. Ну и, конечно, тем самым помогать нанобактериям в построении кальциевых скелетов, а значит кальциевых камней. Все эти меры в комплексе решат сразу много проблем с организмом и укрепят ваше здоровье, начиная с пищеварения. Все то, о чем я вам только что рассказывал, от геля сорбента до витамина К2, а также очень важные видео по теме камней и отложению солей, я оставлю вам по ссылкам под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Зайдите, посмотрите и обязательно воспользуйтесь моими рекомендациями и все у вас получится. Ну и в завершение я попрошу вас поставить пальчик вверх, подписаться, кто еще не подписан на мой канал, нажать колокольчик и выбрать получение уведомлений о выходе всех видео, отправить ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким, поделитесь и оставьте комментарий под этим видео. Это поможет продвижению моих видео. И это будет минимальной хотя бы благодарностью от вас мне за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего, до новых встреч.